У нас, к сожалению, еще и снимают. Да. Я с Вернаном тогда начать, если можно. Я подошел, позволил себе подойти перед началом этой встречи к господам музыкантам, собравшимся здесь. Ну, не ко всем, поскольку некоторых опрашивал до того пристрастиях, так сказать, музыкальных. А музыке, на которой вы выросли, что вы слушали и любили в детстве. Вот. И результаты получились такие. У трех человек это Beatles, у двух человек это Pink Floyd. И по одному яркому представителю и любителю Creedence, Police и Queen. Колабельды у меня. А, извини, я не попрошал. Колабельды. Колабель, конечно. Это на самом деле меняет картину полностью, потому что было бы странно, если бы ни одного все-таки российского исполнителя, советского не было. И вот. И один человек, как мы знаем, вырастал на музыке Deep Purple. Сейчас присоединившись. И сейчас присоединившись. И вот результат, дорогие друзья. Любители Колабельды и Pink Floyd занимаются по-прежнему музыкой и прочим... Ну, с ерундой всякой. С ерундой всякой, да. Кстати, вы подсказывайте, пожалуйста. А вот музыка Deep Purple привела Дмитрия Анатольевича вот и в это кресло тоже. Наверное... Хорошее кресло. Хорошее. Правильно. Наверное, что здесь повлияло? Жесткость музыки все-таки это самая же такая тяжеленькая группа из вышеперечисленных, кроме Колабельды, конечно. Он вне категории, потому что просто... Ничего не понимаешь в большом искусстве. Я же не знаю ничего. Могу ли я продолжить? Я вам хочу сказать по-честному. Я рад приглашению, которое Андрей сделал. Просто повидаться и пообщаться. Почему? Потому что, ну, во-первых, вот для меня, собственно, та культура, которую вы представляете, она, безусловно, всегда была очень интересной. Это не конъюнктура, там, не желание в какой-то момент вернуться в детство. Просто я как бы никогда не порывал своими привычками, привычками молодости. Я всю жизнь слушаю музыку. Это для меня органично. Так просто получилось. Могу вам сказать по-честному, я даже когда диссертацию писал свою, на очень скучную тему, юридическую, я все равно не выключал магнитофон, я могу это делать, я могу работать под музыку, в отличие от огромного количества людей, которые считают, что работа и музыка – это несовместимо. Вот, и поэтому, в общем, значительную часть тех вещей, которые вы создаете, я периодически употребляю. Это первое, поэтому для меня это на самом деле интересно. И второе, просто мне кажется, что у нас такая жизнь, она довольно сложная, что периодически нужно просто общаться с людьми, с которыми не так часто встречаешься. Вот с кем я обычно встречаюсь? С министрами. Вам, кстати, всем привет от правительства Российской Федерации. Я только что ее разобирал от правительства, которое занимается, как всегда, бюджетом, что-то там краит, перестраивает, режет. Значит, привет, конечно, от губернатора Калифорнии, Арнольда Шварценеггера. Он человек симпатичный, притащил кучу бизнесменов к нам сюда, и они действительно хотят заниматься высокими технологиями, готовы нам помогать. Это, мне кажется, очень важно для нашей страны. С депутатами встречаюсь, встречаюсь с родной администрацией, которая частично там присутствует, с журналистами, которые здесь обосновались. А с музыкантами встречаюсь редко. Это правда. Причем обычно это только на церемониях награждения, ну или на каких-то мероприятиях, куда вас по случаю заносит. Поэтому для меня это просто дополнительная возможность пообщаться. Вот, собственно, и все. Но, с учетом того, что у нас никакой, слава богу, повестки нет, давайте поговорим обо всем, и о музыке, и о немузыке тоже, о нашей жизни, о том, о чем вы пишете, о том, о чем не пишете. И про коллабельды можем поговорить. Дмитрий Анатольевич, я буду сказать, что мы между собой тоже нечасто встречаемся. Мы сегодня заранее пришли, мы, я не помню, чтобы мы так долго друг с другом разговаривали. Это невероятно. Случай, что вот сегодня все оказались еще в Москве, потому что мы действительно видимся, не знаю. Я вот Борю видел полгода назад, наверное, поскольку. Ну, ладно, мы с тобой хоть встречаемся. Это считается, мы часто встречаемся. Потому что все время какие-то гастроли, все время разъезды. Ну, тоже разговаривали. На каждом фестивале. Ну, это тогда тем более удача, потому что, ну, такие мероприятия уж совсем неподготовленными не бывают. Давайте не будем народу баки забивать. Понятно, что какая-то предварительная договоренность у нас была. Я очень рад этому. Очень оперативно, надо сказать. Да. Это все было за очень короткий ступень. Это означает, что мы еще не совсем старые, достаточно мобильные люди. Можем свои графики поломать. И президент, и остальные немножко. Хорошо, тогда что? Да, я не ответил на главный вопрос в отношении того, что для меня музыка Дипеппл создала. Не только Дипеппл, кстати. У меня на эту тему был недавно диалог, может быть, кто-то видел с этим с Боно. Он почему-то окрысился на Дипеппл и сказал, что Лед Зеппелен не, в пример, круче и лучше. Но я с ним, кстати, и спорить-то не стал, потому что вот то, что я слушал, могу поделиться своими ощущениями. Это был конец 70-х, начало 80-х годов. Ну, для того, кто более-менее близок, мне по возрасту это, в общем, время хорошо знакомое. Мы тогда слушали разное, но в основном, вот, скажем, в Ленинграде, тогда действительно в основном слушали хап-дроп. И я даже вел дискотеку в школе. На удивление, мы там танцевали под Дипеппл, под Слейд, под Лед Зеппелен. В общем, такие группы, под которые танцевать, в принципе, невозможно. Ну, сейчас, честно говоря, подо что угодно танцевать. Вот, я там сформировал, кстати, в тот момент набор привычек. Ну, а то, что происходит в детстве и в юности, конечно, очень глубоко оседает. Но сейчас, как любой уже более взрослый человек, я стал, естественно, всеядным. И слушаю то, что в тот период считал бы какой-нибудь оголтелый попсой. И у меня вызывало бы просто там какое-то явное отторжение. Ну, я не говорю о том, что здесь представлены наши товарищи, которые в тот период слушали музыку, которой я восхищался. Я, безусловно, слушаю практически всех, кто в тот период работал. Я имею в виду и «Аквариум», и «Аквариум», и «Аквариум», и «Времени». Очевидно, потом уже человек появился, другие наши коллеги, там, Агата Кристи. Ну, в общем, все-все, кто здесь присутствует. Мне это нравилось, и сейчас нравится. Спасибо, спасибо большое. Ну, что, тогда будем тебе что-то... Мы чего будем убивать? Пиво, что в российском производстве. Пиво, потому что в российском производстве. Когда мы обсуждали там возможность встречи, сначала мне настоятельно не рекомендовали пиво ставить. Значит, не знаю по каким причинам, но я не считаю, что это столько плохо. Я не знаю, кто пьет пиво, кто нет. Все зависит от того, сколько вы будете. Если вы с утра до вечера обидите, то вы будете в хорошей компании. Здесь более корректно поставлено Балтика-0. Я сказал, что я только такое. Мы обманывать не будем. Илья, разрешите за мной уху? Я, честно говоря, небольшой специалист по пивам. Я его настолько редко приюшу. Я потом вас поддержу, сначала пью пиво. Самое лучшее пиво в армии Витчерс это Джек Дэниелс. Лучшая рыба это колбаса. Лучшее пиво это Джек Дэниелс. Лучше пиво, конечно, с пивоварни. С пивоварни, в аварии, в аварии. Здесь же вроде есть. Но оно все равно с фабрики. Когда вот есть фамилия, имя человека пивоварни. И пиво поставили, вы не открыли. Я могу нахлесить? Да. Как-то положено делать. Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы услышали людей, которые не безразлична история с химским скелесом. Потому что у меня, честно говоря, никакой надежды не было на то, что что-то вообще может произойти. И слава богу, что что-то происходит. Я вам даже маленький секрет раскрою на эту тему, если она действительно интересна. Я завтра хочу, наконец, экспертов послушать. Потому что они там зарубились не на шутку. И тема-то она действительно тяжелая. Потому что, с одной стороны, уже сделано много шагов по продвижению проекта. С другой стороны, есть ощущение того, что, в общем, мнение общественности не услышали. Решение не до конца оптимальное. Вот я хочу завтра послушать, что называется так, в прямом режиме именно спецов. Не тех, кто представляет общественное движение, тусовку. Вот кто там оголтело против или, наоборот, оголтело за. А именно специалистов, которые представляют институт и так далее. Завтра, может быть, что-то там прояснилось. Будем ждать. А вы как считаете, что делать? Надо искать оптимальное решение. Потому что, в одной основе, дорога необходима, это понятно. С другой стороны, когда они собирались 3 километра вырубать, да что же это такое. Оказалось, можно до 100 метров сушить. Это уже победа большая. Но теперь осталось понять, единственный это вариант, или можно что-то еще большее сделать. Потому что то, что творится с экологией, мне вам рассказывать не надо. Да, это чай. А там не вырубили еще? Вырубили не начинали? Вырубили практически всю вот эту историю. Ну, шириной в 100 метров, а не в 3 километра. Ну да, знаешь. Там, как обычно же, идет, во-первых, борьба хорошего с лучшим. Во-вторых, естественно, не последнее значение имеют деньги. Как это не банально звучало. И это, конечно, довольно серьезно осложняет ситуацию. Но в то же время, надо все-таки, мне кажется, из этой истории, безотносительно к тому, на какое решение мы там выйдем, нужно извлечь один очень важный урок власти. Если все-таки есть ощущение, что тема сверхрезонансная, нельзя закрывать глаза, говорить, мы приняли оптимальное решение. Даже если оно и есть оптимальное. Даже если оно абсолютно правильное, там, и железобетонно доказуемое. Нужно все-таки в какой-то момент встречаться и обсуждать. И уже потом принимать окончательное решение. А вот попытка сделать вид, что все нормально, что ничего не происходит, она может завести ситуацию в тупик. Просто поставить нас всех в очень сложное положение. Когда власти придется принимать какое-то очень такое трудное, непопулярное или просто плохое решение. Проще говоря, общаться надо. Что с охотой? Что с охотой? С охотой? Мне просто интересно. Нормально, абсолютно вопрос. Тем более, я себя не считаю совсем изолированным человеком от этой проблемы. В принципе, ситуация точно такая же. Но она осложняется еще и тем, что она касается не просто природных каких-то богатств, леса, еще чего-то. Она касается архитектурного облика одного из, на мой взгляд, выдающихся городов нашей планеты, Петербурга. Значит, насколько я понимаю, сейчас вопрос крутится вокруг техничества этого разрешения, с одной стороны. И с другой стороны, вопросов, связанных с ЮНЕСКО и с сохранением исторического ландшафта Петербурга. Я знаю, что в Питере к этой теме отношения, естественно, разные. Но все-таки большинство людей неравнодушных очень сильно обеспокоены. Хотя, не буду скрывать, мне приносили и письма, безусловно, в защиту этого проекта. Это, значит, считая, что он интересен и нужен. Значит, если бы там еще какие-то судебные процессы шли, то я бы из чего исходил. Нужно, ну, во-первых, дать пройти всем судебным процедурам, если мы все-таки строим правовое государство. Желательно, чтобы все это проистекало в правовой плоскости. Там определенные инстанции уже закончились, но я так понимаю, что будет обжалование вышестоящей инстанции. И, с другой стороны, мы должны продолжить консультации с ЮНЕСКО, как с международным агентом, который уполномочен на такого рода вопросы. Значит, что я лично об этом думаю, вот как человек, который значительную часть жизни прожил в Петербурге, которому, в общем, не безразлично, что будет происходить. У меня тоже к этому отношение достаточно такое непростое. Значит, в чем оно заключается? Питер – огромный город, музей под открытым небом, частично разрушающийся уже давным-давно, частично восстанавливающийся, потому что, все-таки, не видеть перемен в Петербурге нельзя, они есть, и они позитивные. Надо сказать за это спасибо городским властям. В то же время Питер, по сути, замерз в своем развитии в 1914 году. Вот давайте вспомним, чего удающегося было сделано за советский период. Да почти ничего. Ну вот я значительную часть жизни в Купщину прожил, но это же спальный район, там ничего выдающегося сделано не было. То же самое касается других частей Питера. Вот, значит, иными словами, для Питера крайне важно, чтобы появлялись новые какие-то центры развития, появлялись архитектурные доминанты. Ну, если хотите, там появился, ну, даунтаун какой-нибудь, конечно. Но надо ли это делать рядом со Смолиным? Вот это очень большой вопрос. Очень большой вопрос. Потому что, ну, я навскидку могу предложить, там, десяток мест, которые, на мой взгляд, эта башня бы украсила. Так вокруг нее можно создать. И вокруг нее можно что-то создавать. Но я сейчас не хочу критиковать. Она интересная, во всяком случае, хотя в ней веют разные, там, символы, но тем не менее. Можно считать, что, как минимум, она интересная, как архитектурное решение. Она явно талантливыми людьми создавалась. И в любом случае, городу нужно развитие. Вопрос в том, чего трогать можно и чего трогать нельзя. И вот на эти вопросы нужно дать ответ. Ну, мы все же ездим, приезжаем там во Флоренцию, именно смотреть старую Флоренцию. Я думаю, что старый Питер должен быть вот в центре. А дальше развивать современное. Обычно же наши коллеги, которые горячее защищают проект, говорят, ну, а центр Помпиду в Париже, все говорили, что это там чуть ли не рвотное. А сейчас, мол, вот все это уже архитектурный облик. Там известная пирамида. Эфелева башня точно так же. Эфелева башня сто лет назад. То есть, это, конечно, такая вещь, у которой нет однозначного. А скажите, пожалуйста, а вот что в связи с этим, с памятником Петру Первому? Вы думаете, все-таки его будут? В Питер. Или из Москвы в Питер, да? Это будет зависеть в значительной мере от нового мэра в Москве. Значит, новый мэр будет выбран вашим покорным слугой для представления в наш городской парламент, в наше законодательное собрание в самое ближайшее время. Сегодня я согласовал этот список, который представлен. Ну, я говорил, что действительно, этот список готовился, мягко говоря, не без моего участия. И вот один из этих уважаемых четырех человек, я надеюсь, возглавит Москву, если его поддержит законодательное собрание. Значит, а в отношении памятников, ну, мне по памятникам Москвы труднее комментировать. Во-первых, я по-честному скажу, я, может быть, не считаю себя настолько компетентным это делать. Во-вторых, Москва все-таки несколько иная. И Москва сильно менялась за последние годы. Нравится это кому-то или не нравится. Здесь тоже, кстати, есть и заслуга московских властей, в том, что она стала такой красивой. Я вот неоднократно говорил, красивой по-разному. Я до середины 90-х годов не очень любил ездить в Москву по делам, потому что чувствовал себя в ней сиротливо. Может быть, как и многие здесь присутствующие, кто приезжал в Москву наездами. Но в 90-е годы я почувствовал, что мне в Москве нравится. Потому что она стала энергичной, она стала быстро развиваться, она стала комфортной. Здесь появились хорошие отели, хорошие магазины, хорошие рестораны. Вообще приятные места, где можно просто отдохнуть. Тогда я был человек не обремененный обязанностями, ездил по бизнесу. И старался их всех посещать. Новые, во всяком случае, мне было интересно. Поэтому в Москве много чего понастроено. В этом смысле я не могу сказать, что нужно немедленно что-то изымать отсюда. Но претенденты-то на изъятие есть. Уже Воронеж выспался за. Петрозаводск за. А вы-то как считаете? Я считаю, что не надо ничего трогать. Только претерпелись, потому что он там стоит, как-то перемелькалось. Жалко, кстати, на дорогой удовольствие. Не, ну да. То есть пускай себе. Он большой, красивый. Не знаю. Ир как бы смотрелся лучше, на мой взгляд. Ну может быть, Андрюш, но это же нужно опять потратить много миллионов на его демонтаж. В принципе, правильно, Дмитрий, я не разбираюсь в этом. Надо довериться профессионалом. Просто выводить. Смотри, Вадим, в чем-то вроде архитектора. Тонкая штука, знаешь, архитектор. Все, все, все. По-моему, как верили, но... Сережа Куретин была очень хорошая идея. Памятники ставят на морское дно. Сколько разочетей удалось. Четливо. Дмитрий Антурсович, я просто хочу тоже сказать одну вещь. Мы тут начали говорить о юридических вещах. Я не из Москвы, не из Питера. Я даже до сих пор живу в Екатеринбурге. И у нас буквально в последние несколько лет появилась такая общественная организация с названием «Город без наркотиков». Появилась она не от хорошей жизни, а от того, что просто действительно город и область завалила этой темой. И простые люди начали брать на себя действительно функцию милиции, специальных органов. И у них начало это получаться. Вот в 2003 году были страшные гонения на Екатеринбургский фонд. Сейчас вроде бы все успокоилось, все привыкли, все видят результаты труда. Вот три года назад в Нижнем Тагиле, город, который просто погряз в этом рабочий город, молодые ребята сделали то же самое и начали бороться с наркотиками. Посадили, наверное, ну, что-то 15 барыг. И вот парнишка, кто возглавлял его, ему было не 19 лет, когда он это начал. Сейчас ему 22 года. Его зовут Егор Бычков. Белобрысый, Голубоглазый, мальчишка. Сейчас, вот сегодня должен был быть суд. Ему инкриминируют похищение людей и истязание, а это то, что он не давал наркотикам. Просто людей, которых пытались снять сломки, которые были наручниками, прикованы именно на этот момент. Все знали, где они находятся, но ему пытаются его закрыть на 12 лет. Мальчишка на 12 лет. Вот ему инкриминируют истязание над людьми и похищение. Но это то, что у них в центре во время ломки, действительно, я был в этих центрах, я играл там песни для этих мальчишек. Вот в тот момент, когда людей ломает наркоман, они могут сделать все, что угодно, чтобы получить свою дозу и сказать. Их действительно на эти несколько дней приковывают там наручниками. Может быть это неправильно, может быть есть какие-то другие способы, но на 12 лет этого парня закрыть это невозможно. Он не сделал ничего. Я понимаю, что это версии, конечно. Сегодня всегда трудно обсуждать. Я хочу просто понять, а вы считаете, кто за этим стоит или общественное мнение как считаете? Общественное мнение абсолютно на стороне этого города Бычкова. Все считают, что они посадили где-то порядка 15 барыг. Барыги платили за крышу местным милициям. Тем перестали приходить деньги. И они просто этого парня закрыли в наказание другим. Это лучшее ситуация. Да, что на нашу поляну не лезьте, мы здесь крышуем. Я, знаете, по-моему, несколько дней назад увидел его обращение в сети. Об этом идет разговор. Сегодня суд должен был быть. Его два раза отложили. В 12, потом сказали в 4. Я звонил, сказали, перенесли на завтра на вон. Там уже оглашение приговора или что? По-моему, да. Да. Надо, конечно, разбираться. В любом случае, вы сказали, я услышал. Я прошу обратить внимание более пристально на то, что там происходит. Не вмешиваясь, естественно, в ход судебного процесса.